Девушки отдыхают Мы с Михалычем на рыбалку, так говорил муж жене каждые выходные. И жена спокойно его отпускала. Ведь Михалыч человек надежный, не пьющий, не курящий. Есть только у него одно качество, которое перечеркнуло в глазах жены все его достоинства. Вы в порядке улучшения жилищных условий для военнослужащих будете выделять эти несчастные 18 метров на каждого члена семьи? Исходя из чего? Из того, где зарегистрирован ребенок? Нет, да. Еще раз. При увольнении из рядов вооруженных сил на каждого члена семьи военного положено по 18 квадратных метров. Шесть лет отчим содержал дочь жены от другого брака. И теперь он считает, что вправе признать ее членом своей семьи. Истец Лидия Малкина предъявляет иск о расторжении брака и компенсации нецелесообразно истраченных семейных средств в размере 43 тысяч рублей. Ответчик Николай Малкин против иска возражает. Муж был раньше как муж. Выпивал пару раз в неделю, ничего, так себе жили, не ругались, ничего. А тут он как-то решил бросить пить. Ну, он такой волевой мужчина. Решил и бросил. А пустота с души осталась. Чем ее занять? Решил на рыбалку ездить. Зима была. Ну, ничего, говорит, буду на зимнюю рыбалку ездить. Ну, и начал ездить. Раз, поехал. Чуть насмерть не замерз. Сосед позвонил, еле отдолбали его от этой лунки. Второй раз поехал, ему, извините, морду набили, на прикормленную чужую лунку сел. Прошу его, Коля, брось. Ну, чувствовала, ну, чувствовала, ну, не кончится добром все это. Нет, говорит, буду. И тут ему удача в виде друга его, Михалыча, улыбнулась. Михалыч опытный рыбак, продвинутый такой. И стал его Михалыч за собой на рыбалку таскать. У Михалыча машина. Он все знает, все умеет. По выходным заезжал за ним все выходные. В пять часов свистнет под окном. Я еда на рыбалку. Ничего. Перестали неприятности у Коли быть. Рыбку стал возить, причем по многу. Говорит, Михалыча дает, он одинокий, ему все равно столько не надо. Я уже, Ваша честь, так зауважала этого Михалыча. Я ему и тормозок, самый лучший, с продуктами передаю. В гости его приглашала. Колины вещи какие-то. Думаю, ну, одинокий мужчина, поди, майки лишние в доме нету. Ну, а Коля что-то его не ведет и не ведет гость. Он, говорит, стесняется. Это свистнуть под окном, там, ручкой помахать может. А так, говорит, ну, думаю, ладно, ничего. Не хочет идти, не надо. Тут у нас по району оттепель произошла. Собирается опять на рыбалку. Прошу, не едь. Ну, случится что-то. Ну, это ж такое дело. Это ж подледная рыбалка. Не, говорит, поеду, надо. Поехал. Проводила их, собрала им продукты, как всегда. Занимаюсь домашним хозяйством. Телевизор включила, попутно смотрю. И тут в новостях наш местный корреспондент передает репортаж, что отошла льдина и на льдине унесло двоих рыбаков. У меня сердце оборвалось. Думаю, ну, наши, ну, наши. Ни жива, ни мертва. Пришла в себя. Тут повторный эфир прямой. Опять включают. Действительно, действительно наши. Ну, передают, что самолеты МЧС выслали, спасают их там. Но когда поднимались по веревке, оборвались в воду. Ну, слава богу, справились спасатели, спасли их. И сказали, передали в репортаже, что в больницу городскую их отвезли. Схватила сумки, что было, побежала в эту больницу. Прибегаю к медсестре, говорю, где? А где муж? Где Михалыч? Они говорят, ну, муж вот в этой палате. А Михалыч говорит, какой Михалыч? Его с женщиной привезли. Залетаю в палату. Действительно. Не Михалыч там, Михална. Ну, можно, извините, у него действительно Михалыч. Но ведь баба-то, Ваша честь. Я давай спрашиваю, начала расспрашивать. И тут меня осенило. Он-то... Женщина ездил, все выходные проводил в то время. Карпов мне вот таких вот мороженых привозил. А у него и снастей-то не было. Не было на такую рыбу-то здоровую. И мороженое морозом не было. Он у меня мороженую рыбу в магазине-то покупал. Ваша честь. И пить-то бросил как раз. А на зимней рыбалке, вы как думаете, без водочки-то? Да замерзли бы. Да не было никакой рыбалки. Повод просто был, а рыбалки не было. Поэтому, Ваша честь, прошу, не могу простить. Так изощренно обманывать. Так хитро все продумал. Разведите нас, пожалуйста. А 43 тысячи из бюджета и семейного потратил. Мы же ему и снасти покупали. И все обмундирование. Все-все-все одевали, чтобы не замерз. Я-то думала, она рыбалку ездит. Ладно, думаю, ну пусть уже. Пусть покупает все. А в результате вот что. Обманул. Причем обманул-то, Ваша честь. На весь по телевизору ж показали. Все ж теперь знают. Все ж смеются. Мне ж... Будьте добры, пожалуйста. Истец, а у Вас есть накладные счета, которые подтверждают 43 тысячи из расходов? Есть. И свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, отлично. Последнюю дурочку. Истцом заявлено исковое требование о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, Вы согласны на расторжение брака? Я категорически не согласен расторгать брак со своей супругой. И, Ваша честь, наберите терпение, выслушайте меня, пожалуйста. Ну, как реально в минус 10, в минус 15 градусов можно изменять? Там сидишь около этой несчастной лунки, два тулупа на себя надеваешь, да еще думаешь, как бы не перемерзнуть к посидушке этой. Да правильно, они и не были. Да что, у Михайловича, так сказать, машина, они сели и поехали. Да они и не ездили на какую? Расскажи про рыбу с магазина. Истец, истец, истец. Ну, как, не ездили, если Вы сами рассказали, что льдина откололась, МЧС вызывали, значит, их спасали. Это не из машины. Ну, может быть, вот один раз, последний раз и привезли-то. Да. Сидишь у этой несчастной лунки, и не всегда клев хороший идет. Сами знаете, как это бывает. А Михайлович мне стал как друг. Ну, Вы понимаете, что такая мужская вообще-то дружба? Мужская. Да, мужская. Мужская. Ответчик, ответчик, ответчик. Давайте не будем ссылаться на мужскую лунку. Ну, заезжал я в магазин. Ответчик, ну, коль скоро речь идет все-таки о женщине, ну, давайте мы не будем называть это мужской дружбой. А вот раньше никогда так не кричал. Истец. Потому что не всегда клев был хороший. Хочу договорить, Ваша честь. Ну, заезжал в магазин, брал эту несчастную мороженую рыбу, привозил, радовалась семья. Ну, не всегда клев бывает. Ну, что делать? А, Михайлович мне научил. Я не знал эти все названия. Мормышки, какой ледоруб купить? Какие снасти? Я вообще от этого далек был. И от измен ты далек был, Коля. Не было измен никаких, и не будет. Ответчик, ответчик, ну, ответчик. Ну, как если вы так будете кричать, как вы хотите... Нервы не выдерживают, честно говорю. Нет, подождите, ответчик, ну, а как вы считаете, как ваша супруга должна была относиться к этому обстоятельству? Вы убеждали вашу супругу, что вы ездите на рыбалку с неким Михайловичем. Я лучше бы пить. Любые приглашения супруги, чтобы вы пригласили Михайловича в дом, там, познакомиться, вы этого не делали. Понимая прекрасно, что ответчик... Я тебе сейчас... Ваша честь. Извините, ради бога. Ну что, если бы я ей сказал, что я еду женской особой на рыбалку, меня что, пустили бы? Ну, реально это, ну, вот чисто по-человечески. Да, может, сначала я не пустила бы, вообще, потом, что же я не человек, мог бы познакомить. Я бы, может, с ними вместе бы стала ездить. Куда ты ездишь? Если на рыбалку. Да, почему? Вы считаете, что ваш супруга не способна с вами ездить на рыбалку? Как она так ездила, как я. О чем с ней говорить можно? Вот между нами говоря, вот вырывается все из души. Баночки, скляночки, больше ничего не интересует. Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, как вы собираетесь семью-то сохранить, скажите? Раньше находил, Коля, о чем со мной разговаривать, и ничего было. И не ссорились бы никогда. Тобой говорить в последнее время не о чем. Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, вы же должны меня убедить, как вы семью хотите сохранить. Очень просто. Построить нормальные отношения, чтобы у нас друг к другу было доверие. Я не нарушал своих обязательств именно в семейном плане. Я не хочу в любви, в последнее время он там не разговаривает со мной. Я не могу это слушать. Кричит все время. Думаю, что я в чем-то виноватая. А я все выходные, ваша честь, дома сидела, ждала его одна, денешенька, когда он ездит, развлекался. А я ребенка воспитывала, ждала его. А я, ваша честь, подожди минуту. А я, ваша честь, прошу прощения, еще одну секунду терпения. Как на рыбалке? Она только что обмолвилась. Какая водка на рыбалке? Там сидишь и думаешь, как бы не выпьешь, заснешь сразу, и все. Какая водка? Вот мы с Михалычем и ловили. Уже говорил, он меня всему научил. Ловили, ага. С магазина, похоже, вы возили. Скажите, пожалуйста, к этому некому Михалычу вы обращаетесь он или она? А мы с ним разговаривали и так, и так. Вот привыкли мы так. С ним или с ней? С ней, но для нее он был он, потому что не мог я говорить, что это она. Истец, истец, истец. Так, вы свидетелей просили с вашей стороны, да? Что я не слышал? Свидетелей просили, вы заявляли свидетелей. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Извините, я разнервничаю так, что стою трясу. Свидетеля-ответчика, пройдите. Бессовестная. Истец, 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 истец. Пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Я Лапнева Надежда Леонидовна. Мой муж умер. Он был рыбаком. И все друзья у меня стали, его друзья стали звать Михалычем. Вот для всех друзей его и стал Михалыч. Я уже привыкла, что я Михалыч. Сказка. А мы же с Настей остались. Я не буду, я с тобой жить не буду. Научилась профессионализму от него. Ездила на рыбалку. Всему научилась, мастерству. А прикажете, что одной женщине одиноко делать? А тут узнала, есть такой неудачник Олька Малкин. Взяла его под опеку. Взяла его под опеку, обучила всему. Ну что одинокой женщине? И стали мы вместе ездить. У меня даже в мыслях дурного ничего не было. Не было. А что же вы ни разу ко мне не заехали? Я ведь приглашала. Что же не познакомились-то? Если у вас совесть-то чиста. Чего боялись? А Коля меня не считал даже за женщину. Когда он узнал, что я женщина, я ему говорю, давай скажу твоей жене. Домой придем, правду скажем. Он, да нет, вы что, она нас убьет. Правильно, и убила бы. Убила бы. Но ты реально посмотри. А оказалось... Выдра ты, а не Михаил. Ваша честь. Реально посмотри. Ваша честь, я оказалась на поверку. Лучше правду было сказать. Конечно, лучше. Ответчик, ответчик, ответчик. Я боюсь его. Дурного-то у меня ничего не было. А видите, как все вышло. Истец, истец, давайте рыдание прекратим. Ваша дочь, у нас такая семья была хорошая, если бы вы знали. Он никогда на меня рыбу свою... Забери мороженую, свою рыбу. Мне бы хотел, чтобы эта семья осталась хорошей. Но ты делаешь все по-другому. Лидия Сергеевна, я пришла ради вас, чтобы у вас семья не распалась. Если раньше были... Ради. Ответчик, ответчик. Но на самом деле, мне кажется, что вы сами своим поведением поставили двух женщин в очень неудобное положение. Вам так не кажется? А теперь вы пытаетесь как бы строгим голосом вашу жену призвать к порядку. Да если бы она познакомилась с вашей семьей, да мы, может, и подружились бы. Я бы, может, с ними ездила. Нет, истец, я с вами согласна. Они же меня обманывали. Я с вами согласна. Но только свидетель говорит о том, что она предлагала это вашему супругу. А что же она сама бы ко мне? Она знала, где же она взяла бы и сама просто пришла. Ну, простите, пожалуйста. Ну, Коля-то вас больше знает. Он не запретил к вам приходить. Истец и ответчик суд удаляется для принятия решений. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, слушание дела о расторжении брака считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если по истечению 3 месяцев супруги не примирится, истец будет настаивать на расторжении брака, то в соответствии с правилами части 2, статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации, брак между супругами будет расторгнут. В иске о компенсации средств, израсходованных из семейного бюджета, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает удовлетворение требования о компенсации расходов на зимнюю рубалку, которым занимается ответчик, поскольку вопрос распределения семейного бюджета является межличностными отношениями между супругами и законом не регулируется. Таким образом, истец и ответчик, суд предоставил вам срок для примирения. Благодарит свидетеля за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Я изучу всех-всех рыб, изучу все-все снасти и буду с мужем ездить теперь на рыбалку всегда, все выходные. Не поймешь, как себя вести с женщинами, не знаю. А ложь, вот она во слово выливается. Но правду им говорить точно нельзя. Далее в программе. Вы в порядке улучшения жилищных условий для военнослужащих будете выделять эти несчастные 18 метров на каждого члена семьи, исходя из чего? Из того, где зарегистрирован ребенок? Нет, да. Еще раз. При увольнении из рядов вооруженных сил на каждого члена семьи военного положено по 18 квадратных метров. Шесть лет отчим содержал дочь жены от другого брака и теперь он считает, что вправе признать ее членом своей семьи. А теперь вернемся в зал суда. Заявитель Александр Попов просит признать дочь супруги членом его семьи. Заинтересованное лицо Григорий Соловьев, представитель квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны, против иска возражает. Пожалуйста, заявитель, обоснуйте ваши требования. Ваша честь, я прошу признать дочь моей жены членом семьи военнослужащих. Я являюсь военнослужащим, подполковником. Ожидаю увольнения по организационно-штатным мероприятиям. Я и моя жена одна женщина, которая имеет ребенка от первого брака. Проживаем мы в помещениях, статус которых определен как общежитие совместное. Я, моя жена и ее дочь. Договор заключен между моей женой и организацией, предоставивших ей это помещение. В лицевом счету вписаны все лица, которые там проживают. То есть я, моя жена и ее дочь. Ответственной квартиросъемщикой является моя жена. Простите, у нас просто есть наниматель. У нас сейчас есть наниматель, у нас нет квартиросъемщиков. Извините, я ее честно. Для Министерства обороны я являюсь нуждающимся в улучшении жилищных условиях. Но в данной ситуации мне положено, например, на меня, жену, и если бы будет вписана дочь в лицевой счет, 54 квадратных метра из расчета 18 квадратных метров на человека. Но в данной ситуации дочь моей жены не является членом семьи военнослужащих. Отец ребенка не хочет откататься от своих родительских прав, поэтому дочетерить я ее не могу. В данной ситуации я считаю правомерным, если суд признает дочь моей жены членом семьи военнослужащих с последующим выделением мне от Министерства обороны жилплощади не менее 54 квадратных метров. Все документы и справки являются. Понятно, да, через судебный приступ. Передайте, пожалуйста. Так, представитель Министерства обороны, я вас слушаю, пожалуйста. Соловьев Григорий Иванович, представитель жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Дело в том, что падчерица заявителя не является на данный момент членом его семьи, так как проживает не с ним. Она проживает со своим настоящим отцом. Биологически. Биологически. который тоже претендует на жилплощадь, но на настоящее время является служащим вооруженных сил. Поэтому при предоставлении жилплощади метраж положенной дочери достанется ее настоящему отцу. Ваша честь, разрешите, я скажу. Дело в том, что действительно она не проживает в настоящее время в нашей семье, но это очень короткий срок, всего это два месяца. У нас произошел с ней небольшой конфликт, поэтому в данной ситуации, как бы, я не могу утверждать, что она действительно с нами, но она к нам все равно приходит. Я прошу учесть, что последние шесть лет именно я содержал всю семью и ее. Дело все в том, Ваша честь, что мы соблюдаем все законные меры. И мы не можем переступить через закон. Одной из главных задач квартирно-эксплуатационного управления вооруженных сил Российской Федерации является организация обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. Простите, ответчик, ничего, что я сидя выслушиваю вас? Вы так говорите, знаете, что хочется прям вот так встать и... Представитель Министерства обороны, скажите мне, пожалуйста, вот как вы понимаете, ведь ситуация на самом деле, она заключается в 18 метрах. Вот вы потом второму военнослужащему, папе-девочке, откажете на том основании, что она там не зарегистрирована, зная ваши задачи жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны? Они стоят на очереди. Они стоят на улучшении жилищных условий. Пусть рождают своего ребенка. А, ну понятно. И улучшают условия за счет этого. Ваша честь. А этот ребенок должен получить метраж с настоящим отцом. Почему? Ваша честь. Ну она, подождите, истец. Но она же здесь зарегистрирована. Но она же здесь стоит на регистрационном учете. Она же не по месту жительства папы зарегистрирована. Вот именно что по месту жительства отца зарегистрирована эта девочка. А то есть там осталась... Дело в том, что проживаем все в общежитии. Подождите, проживаем в общежитии. Истец, не вводите суд в заблуждение. где ребенок зарегистрирован он записан в лицевом счету вместе с женой а жена и я и все кто проживает мы проживаем все в общежитии там определен только адрес они не номера комнат ваша честь да и номера комнат где ребенок имеет регистрацию он имеет регистрацию по адресу общежития ваша честь все дело в том что мы рассматривали заявление на момент его подачи девочка жила с настоящим отцом ну ответьте вы мне на вопрос где ребенок зарегистрирован ваша честь бывший отец проживает том же общежитии что и мы ответчик еще раз мне нужно в протокол внести понимаете мне нужно в протокол внести чтобы потом когда будет еще один судебный из когда вы еще раз будете отказываться от предоставления этих метров тогда тот кто пойдет в суд возьмет протокол судебно там будут ваши слова поэтому четко по военному сформулируйте мне ответ вы как жилищное эксплуатационное управление будете выделять 18 метров порядке улучшения жилищных условий семьям военнослужащих где ребенок проживает или где ребенок зарегистрирован где проживает ваше честь где проживает я это вношу совершенно нет так пригласите пожалуйста в зал свидетели истца видеть и листа пройдите здравствуйте меня зовут попова анна васильевна я состою в браке с попом александром шесть лет что я состою с ним в браке дочь проживала все это время с нами единственное что сейчас видимо подростковый возраст у ребенка ну неадекватно отреагировала на на замечание вот мужа запретил он ей встречаться с мальчиком и она ушла к отцу к родному и вот два месяца проживает у него но хотя периодически приходит ночует у нас то есть сказала вот александру что ты мне не родной отец не указывай мне но а в принципе все шесть лет она проживала и пользовалась и путевками и считала его отцом поэтому я считаю что 18 метров дополнительных должны получить мы как на нашу семью с ребенком понятно так вы тоже просили свидетеля с вашей страны у нас есть свидетель да пригласить настоящий отец ребенка вдруг его так пожалуйста пригласите пожалуйста в зал свидетель заинтересованного лица свидетель заинтересованного лица пройдите здравствуйте ваша честь громов кирилл сергеевич ну чтобы не говорилось здесь я надеюсь вы поняли что я при рождении был отцом ребенка оставался им в течение всех 15 лет развития и выращивания этого ребенка и остаюсь им на сегодняшний день потому что лилю мы рожали в браке она носит мою фамилию она лилия кирилловна далее родительских прав меня не лишали все эти годы я платил алименты не более тысячи спокойно по поводу алиментов по поводу трех тысяч подполковник попов прекрасно должен знать в отличие от его жены как начисляются алименты это не я ходил сберкассу и клал правильно а с меня личность финансовая часть эти деньги просто из малой зарплаты откуда они берутся откуда берется такая сумма эти три тысячи рублей это оклад это звание выслуга лет оклад 4000 звание 2 300 да и выслуга лет осветом вина прекрасно что мой муж получает 30 тысяч и из этих он только три тысячи я говорю откуда высчитывает финансовая часть военным об этом прекрасно известно так что я платил столько сколько обязан был по закону не более того 6 лет они говорят они проживали с девочкой есть очень важный момент вместо жительства ребенка никто не определял а если мы учтем что мы проживаем в соседних комнатах вы же понимаете что ребенок ко мне заходил каждый день я общался с ним каждый день заходил саша саша не иври тебе должны быть 20 метров подождите подождите заходил не заходил давайте думать как будет дальше действовать министерство обороны потом выясните все свои отношения если вы считаете что мало было алиментов и вы знали о дополнительных заработках могли в суд обратиться понимаете дело что не хотелось не хотели что и а вы понимаете что и вы стоите на улучшение жилищных условий семья из прости заявители стоит на улучшение жилищных условий речь идет о том где будут выделены 18 метров для девочки если эти метры будут выделены по как сказал нам представитель министерства обороны по месту жительства девочки то вы понимаете что вы сейчас получите в порядке улучшения жилищных условий эти 18 метров и девочка будет жить с вами ваша честь подождите я понимаю ход ваши мысли объясняю если мы берем другую сторону девочка получает эти метры у них нет я пока хочу чтобы не сказали если получает у вас да очень просто если девочка не получит со мной эти метры я получу как холостой военнослужащий 36 квадратных метров однокомнатную квартиру на двоих с ней мы получаем двухкомнатную квартиру это гарантировано что у ребенка как минимум однокомнатная квартира потом будет потому что мы эту квартиру сможем с ней разделить а вот в чужой семье где у нее есть родная мама но чужой человек ее интересы еще неизвестно как будут соблюдаться ваша честь я-то ей половину потом этой двухкомнатной гарантирую да и закон собственно тоже вы видели двухкомнатную квартиру 42 квадратными да даже побольше видела вот и видела двухкомнатную 54 54 это общей площади вы не забывайте про общую площадь на 1 до 36 на двоих 42 на на троих из расчета 18 квадратных метров на человека 54 54 это двушка вот даже если получит 42 квадратных метра на двоих это все равно однокомнатная квартира или хрущевка будет дело в том что девочка все равно будет с нами жить она будет жить с матерью и он прекрасно знает и он прекрасно надо знать со мной а он женится и ребенок точно не будет или живет уже со мной два месяца совершенно неважно она уже сейчас живет со мной они прекрасно понимают что эта молодая девушка пройдет три года она выйдет замуж саша она выйдет замуж и вы избавитесь от нее как от баллах и будете жить большой комфортабельной квартире большой чего ты начинаешь прекрасно знаем за что ваше решение дайте мне пожалуйста через судебного пристава дайте мне пожалуйста решение так суд удаляется до для принятия решения суд рассмотрев порядке особого производства заявления заявителя просив заинтересованное лицо в удовлетворение заявление о признании падчерица членом семьи заявителя суд считает необходимым отказать суд не придает не признает дочь жены заявители членом его семьи потому что в настоящее время 15-летняя девочка постоянно проживает со своим отцом и находится на его иждивении это нашло подтверждение в ходе судебного разбирательства пояснениями которые давали стороны по данному делу и поэтому основания для удовлетворения заявленных требований у суда не имеется представитель министерства обороны помните что ваш ответ занесен в протокол судебного заседания да суд огласил свое решение дело закрыто решение суда в иске отказать представитель министерства обороны защищает интересы биологического отца потому что тот является начальником административно-хозяйственной части он им еще в последующем пригодится не более того хорошо что в нашей стране по закону выделяется 18 метров квадратных на человека если бы выделялось больше борьба была больше в том числе Продолжение следует...